друзья привет сегодня мы собрались снимать toyota витс rs комплектации gs это самая старшая модель из витсов но нам пришла идея бензиновый витс самый быстрый 109 бензиновых лошадей а почему бы нам не сравнить его с чистым электричеством nissan лифт а за е0 у которого тоже 109 лошадей а что будет в этом выпуске смотрите далее сейчас кофе кати возьму посидит 20 приус думает мы с ним тут гоняем ребят ну женщинами у вас будут рабы эта машина не для вас давайте сразу разберем техническую часть этих лицов мотор здесь стоит самый большой из лицов это один mz и сняли они с него 109 лошадей автоматов таких машинах нету вообще помог хэтчбеках маленьких седанах даже в кроссоверах у toyota сейчас более-менее современных которым там условно до 15 лет везде вариаторы вот поэтому у нас здесь также вариатор но у нас здесь есть режим мануал мы переключаем селектор с дэшки на м-ку и у на 6 ступый тип троник на лепестках можно поиграться на скоростях также технические изменения коснулись ходовой части у нас же все-таки rs у нас стоят другие пружины оранжевого цвета они пожестче покорой здесь другие штоки тормоза такие же какие-то тут крашеные колодки что ли на маши понять поставил какие-то колодки клиренс у нас 12 сантиметров всего но у нас короткая база поэтому ну честно говоря ему хватает мы ездили по русскому острову съезжали немного с асфальта вот и не было проблем в принципе это все технические изменения от лица чуть младшей модели на 1 и 3 мотора внешность лица rs комплектации gs rs и и так красивы и честно говоря до покупки этого в мире даже не знал что есть такие вице потому что на них нет запроса потому что это очень дорого в общем вот такие вот заряженные табуретки не популярны но нашелся любитель и вот здрасте что другая пара темная другая решетка другой банка вот здесь пластик сделанный под карбон у нас колеса gs у нас 205 ширина 45 высота 17 диск play бочки gs у нас здесь спойлер плавничок у нас здесь стопы другие вот эти доработки то что у нас черный такой матовый значок toyota вид это уже клиент заказал сам здесь моего владивостоке поставили на пятой двери тоже gs у нас блин бампер вообще задний ну просто кайф у нас здесь посмотрим это вся трасса ну да это не просто заглушка но звучит он неплохо вот ну в общем дизайн бомба и честно говоря мне вид так больше нравится но это как бы субъективное мнение он мне больше нравится чем fit rs внешность это наверное основной пункт почему эта машина интересна своим покупателям но у него есть еще куча доработок в салоне пошли гляньте здесь нас встречает алькантара по центру на сиденьях здесь на даже она приклеена даджес хромовая такая накладочка кожаные вставки про строчка бело-красное общем сиденье очень комфортно iphone мой это не прилагается комплектации джесс в общем карбоновые всякие панельки здесь немножко тоже алькантары на дверной карте здесь педали у нас смотрите какие модные у нас все коврики джесс у нас здесь руль кстати вот здесь вот он сделан как на приусах снизу чуть-чуть он такой подаваленный вот кнопочка глонасс это уже российская разработка доработка этого вица вот от приборки кайфую сделали под металл вообще классно все показано там блин в лицах потому что который на 13 либо на литровом моторе у них просто чернота если как загорается лампочка то тогда только видно вот и а здесь прям все там вот у вас включена то включена это также добавлена система это слежение за препятствиями спереди здесь слежение за полосой авто дальний единственное что нету подлокотника но у нас то тачка спортивная двумя руками надо держаться за руль друзья ну в принципе это все это красивая машина внешне она красивая внутри да она едет да она дорогая вот ну и как бы все но мы решили но все-таки 2019 год заканчивается сейчас двадцатый год будет не сравнить эту машину с чем-нибудь гибридным с чем ведь электричество ну прям вот грешно поэтому мы решили поставить рядом лиф а за и 0 и потягаться ребят покупка электрокара уже доказано всеми расчетами то что эта машина экономичнее обычного бензинового двигателя в десять раз при среднем расходе 8 9 литров на сотню если это кушает ваш бензиновый движок то лиф в 10 раз экономичнее у вас одна зарядка стоит в районе 30 рублей на которую вы можете проехать там сотню до возьмем условно а бензиновые моторы потратят вам на сотню но если мы говорим о девяносто пятом бензине в районе 400 рублей более чем в 10 раз лифы экономят гибриды все-таки чуть-чуть конечно проигрывает электрокаром по экономии но это тоже очень комично мой краун есть 8 литров а новый краун 220 есть 5 и 5 на сотню блин цифры просто какие-то заводят прям но в народе есть мнение сначала ты садишься с бензина пересаживаешься на гибрид потом ты пересаживаешься на электрокар потом ты начинаешь пить безалкогольное пиво а дальше что резиновая женщина о свободное местечко повезло сегодня свет ну сейчас подзарядимся и поедем но просто не доедем и так сейчас кофе-кате возьму посидеть ну посмотрите сколько там бензиновых наркоманов приехали за свои дозы бензина я увидите следы жогова здесь собираются пацаны на чизерах на марках на саурерах заряженные тачки девчонки в общем здесь вообще прям такие тусовки нелегальные гонки это остров русский почти конец трассы но у нас сейчас будет своя гонка 109 бензиновых сил витс рс джесс и лифт а за и 0 109 лошадей у каждого кто выиграет пишите ставки до того как вы будете продолжать смотреть это видео напишите внизу как вы думали кто изначально победит честно говоря я болею за лифа но витсик все-таки поехали сейчас батя сядет и проверит что там на самом деле света мы должны его выиграть не мешая общаться цвета ну мы порвали его порвали громко сказано малыш ты гордан спасибо ребят ну что можно сказать в общем с низов со старта электричество уезжает вообще у бензина вообще нету шансов потом витсик настигает в двух случаях все-таки на дистанции витсик уйдет вперед вот но все-таки эта машина создана растить елочки которая вот она делать на панели вот мы две елочки высадили уже но за каждый заезд мы там проезжали там от силы 300 метров по 10 километров от ну запаса хода вот так вот потому что он прям взлетает блин света пристегнута это переживал свет да я я купил лифа ты чё думаешь я такой экономной буду экономить на тебе да нет я купил лифа потому что вот хочу геттера купить вот себе поэтому сейчас вот решу немножко на лифт покататься ты не думаю на тебе экономить не буду друзья езда на вид rs комплектации джейл все лампочки все вообще показатели вообще выведены а то в обычном вице они как бы скрыты а ты видишь эти лампочки только когда у тебя загорается там что-то там да допустим чек у тебя загорается не дай бог у тебя ну а так его не видно а здесь в общем все лампочки прорисовано что это может загореться очень красиво сделано сиденья спортивные красивые удобные удобные для спины но если у вас нижняя ваша филейная часть такого немаленького размера эта машина не для вас вам нужно прикручивать сюда сидуху скрауна но реально вот я как бы сижу я еле залез вот как бы если человек чуть-чуть побольше то все шумки нету делать ее надо вот но это большой вопрос то есть машина с таким бюджетом вот сделать всю шумку такой машина но где-то полкиник надо вкидывать потому что в плане шумоизоляции это остался тот же самый вид переводим селектор в режим м мануал и у нас есть лепестки три пятьсот пора переключаться бау переключились в общем но на самом деле смех смехом да как бы тут вариатор 109 лошадей но знаете как бы но зато интересно там что-то едешь по трассе может поиграться с лепестками вообще молодцы все устал перевел в дэшку нормально поехал вот смотрите ощущение при езде в меру жесткий допустим от которой вот у нас уже на канале там внизу ссылочка будет на кит рс который был на механике тот еще жестче был блин от весы на этом вице ки я вообще себя чувствую просто как будто я плыву на крауне на самом деле по сравнению с питом двадцатый приус думает мы с ним тут гоняемся экса светофора бы с ним стать и мы это сделаем этот пацан не знает куда он попал он не поехал просто да он все понял конечно когда на крыле лейбочка джейс куда там дергаться цвет хочет эти музыку погромче сделал но только только давай немного будем слушать потому что нам еще домой ехать и можем не доехать просто чё говоришь ноги замерзли блин думаешь печку врубить ладно но следующий раз одевай валенки потому что я езжу без печки километры знаешь ли ребят ну что плюсы минусы этих двух хэтчбеков городских плюсы эта тачка в 10 раз экономичнее по топливу минусы что вы ограничены 150 это это очень даже неплохо проехать 150 километров на одном заряде то есть в другой город сейчас вы можете доехать но с проблем надо где-то подзарядиться на ком-то кафе но по городу есть заправки в общем можно подзаряжаться и в принципе по городу без проблем вид он очень симпатичный особенно вот такие вот rs и комплектации джесс они очень симпатичны да и даже обычные вице они симпатяги у них рестайлинг 15 года у них другая решетка другие фары другой бампер у них также техническое разнообразие да есть литровый мотор на 69 сил да для города нормально есть версия 1 и 3 передний привод на 99 лошадях и есть версия 1 и 3 полный привод на 96 лошадях на 3 силы поменьше вот в общем у вас такой маленький танк который едет по песку по льду по снегу в общем здесь техническое разнообразие очень широкая и на самом деле что там едят эти моторы литр 1 и 3 да даже полторашка он он из десяти даже гоняя он не выйдет ну и собственно говоря внешность потому что когда ты подъезжаешь на такой машине к девочке вообще везешь ее на свидание но ты прям хорош такой белый конь прямо ты рыцарь вот а на лифте к сожалению мужики если если вам еще не исполнилось 30 лет и вы не женаты как бы вы не хотели экономить как бы вы не там рассказывали другим что это очень крутая машина блин ребят но с женщинами у вас будут рабы вот поэтому все таки если у вас есть 700 800 тысяч вам надо подумать куда их потратить либо в красоту либо в экономию лифы самое самое первое поколение за и 0 они начинаются сейчас от 3 120 тысяч рублей это прям самый низ палок 78 остаток из 12 лучше нормально 70 километров будет вам хватать а за и 0 они где-то сейчас даже за 400 тысяч рублей уже можно купить это то есть вторая модель здесь другая печка здесь там переделан багажник сделали батарею поменьше общем есть там свои доработки очень весомые что хочется взять а за и на нем можно проехать в районе 150 километров очень неплохо для города и самый новый лифт за и 1 но это просто элита это я даже не знаю как-то назвать экономия ли тебя интересует когда ты покупаешь такую машину за полтора миллиона самый старт вице как все попроще у тебя литровый вице креста его 15-16 года начинается от 4100 тысяч рублей 1 и 3 версии они стоят в районе 480 тысяч можно взять что перед что полный привод ну и rs это полторашка есть на механике есть на вариаторе от 700 тысяч рублей царская комплектация джесс уже где-то плюс 50 плюс 60 тысяч рублей и вот такие красавчики будут вашими дороговато за такие деньги можно взять почти нового лифа за и 0 ребята буду ждать вас в комментариях и напишите кто вы вы бензиновый старовер либо вы уже стали гибридоводом либо может быть вообще вы ездите на таких гаджетах как ниссан лифт друзья жду вас внизу с вас лайк вас подписка свет да у меня комплектация хорошего мне g комплектация знаешь есть тексты вообще пусты а у меня тут посмотри есть подогревы всякие разные черный салон музыка тут у меня энергоэффективно называется вот так что знаешь у меня не какой-то там пустой электрокар это не электрочайник это лиф а за и 0 комплектации джи компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля